Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Вчера Лукашенко провел совещание с военным блоком, где говорил, что нужно снова активизироваться. Вот небывалым образом прям поднять свою мощь и показать всему миру. То, что он говорит почти каждую неделю. Просто в этот раз он говорил с такой миной, что казалось, что он заплачет за этим столом. Ну а уже на следующий день Путин тоже включил ту же самую шарманку. Ведь все прекрасно осознают, что происходит. Просто не до конца понимают, как далеко это может зайти, но все это видят. Путину и Лукашенко реально есть чего бояться. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле. Также, чтобы вы понимали, из-за появления летающих неизвестных объектов над Петербургом и Ленинградской областью введен план «Ковер». Это значит, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район. Закрыто 200 квадратных километров воздушного пространства. В небо над городом подняли истребители. Гражданские самолеты перевели в зону ожидания. Все рейсы, которые проходят через воздушное пространство Питера, развернули обратно. Киев за три дня взять хотели. Потери врага. Читатели пишут о том, что я перестал публиковать потери врага. В этот раз не совсем потери. Сейчас я покажу разницу потерь Украины и России. Чтобы вы понимали, кто как воюет. Мало того, что Российская Федерация потеряла огромное количество всего нахрен вообще, так она еще и, как вы понимаете, не умеет вести эти самые войны. Где-то вели-вели, а научиться не смогли. Коррупция уничтожила и мозги, и все, что они, в принципе, пытались научиться. Только единственный показатель, где Украина так или иначе проигрывает. На доли сотые процентов. Вы посмотрите, что себя представляет та самая могучая вторая армия мира. Но это очень серьезная новость. В Пентагоне сообщили, что получают жалобы на нецелевое использование военной помощи Украине. Вашингтон получает сообщение о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву. «Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать», заявил генеральный инспектор Министерства обороны США. В свою очередь, заместитель министра обороны США отметил, что Вашингтон признает проблему коррупции в Украине, но считает, что поставленное оружие используется по назначению. И тут самое главное, это то, чтобы все те, кто пытался так или иначе воровать во время войны у украинского народа, у украинских бойцов, был жестко наказан. Так наказан, как не наказывали нигде и никого. Потому что в это время нужно отдать все, что есть. Но не воровать, ведь погибают простые люди. В Беларуси и в России начались облавы на школьников. Школьников, студентов, в общем, на детей. Появилась такая организация ЧВК «Редан». И многие начали снимать ТикТок. Половина из них даже примерно не понимала, о чем они снимают. Это тренд. Важно понимать, что только в Гомеле 26 детей забрали в отделение. И, скорее всего, с них тоже будут вымогать деньги. Тюрьмы переполнены в Беларуси. А денег на мусоров не хватает. В Российской Федерации бунт. Но не из-за войны. Не из-за того, что русское правительство пытается уничтожить украинских людей. Инфраструктуру нет. Не из-за мобилизации нет. Из-за завода АМИАК. Против! 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 В общем, на самом деле, неплохо. Неплохо. Пускай и за свое грызутся. Пускай покажут, чего хотят они. Хотя бы снизу. Вот таким вот образом выглядит выгрузка противотанковых мин. Так сказать, техника безопасности в лучшем своем проявлении. Финляндия С той стороны никто нападать не собирается. И когда относят Лукашенко стеной, это еще раз подтверждает, что никто нападать не будет. Ведь не будет нападающая сторона забором тебя обносить. Не так ли? Газманов жалуется, что у него отобрали в Италии и в других странах Европы недвижимость. Ну, меня фактически отняли две квартиры. В Латвии и в Италии. Я когда, кстати, вот говорю в таких интервью, сразу целая куча опять бандерлогов набегает. Она получила там и так далее. Да, конечно, я... Причем они внезаконно это делают, потому что вот в Италии, например, объявили, что заморожена квартира. У них нет в законе слова заморожено. У них... Что такое? У них это частная собственность. Я купил там квартиру 15 лет назад. И в свое время, когда, ну, начало перестройки, у меня появились деньги. И мы ездили туда всей семьей отдыхать. Мне нравится туда ездить. Нравилось, по крайней мере. Сейчас заморожено. Они объясняют тем, что боятся, что я эту квартиру продам, а деньги направлены на поддержку военной операции. Ну, вот такого у них нет в законе. А вы пытались этим как-то? Вот смотрите. Вот очень интересно. То есть это моя частная собственность. Я ее купил. И слово заморожено, то есть мне теперь, я не имею права, как и в Латвии, кстати, продать эту квартиру и сдать в аренду. И не имею права вообще пользоваться этой квартирой. То есть что это? Не иначе, как это? Просто отняли и цинично еще заставляют меня платить коммуналку. А если они будут платить, то тогда... То есть вы еще платите налоги за эти квартиры? Сколько бы он ни рассказывал о патриотизме, но если ты такой ярым патриот, который убеждает всю страну в патриотизме, и рассказывает о том, что Европа плохая, и покупаешь там недвижимость, ты лжец. Ты хуже тех, кто, ну, просто молчит и ничего не делает. На самом деле, если ты так или иначе любишь эту самую Европу, то расскажи на самом деле тем, кто в России, который никогда в жизни не видел, о чем говорит Путин про Европу. Расскажи правду. Ну, не можешь же ты на мусорке купить себе коттедж, потому что там плохо. Поэтому ты в России не покупаешь недвижимость, покупаешь в Италии. Российские пропагандисты выпустили видео, в котором показывали, как русские оккупанты доблестно воюют. И не хватило у них мозгов понять, что во время военных действий оператор с камерой впереди, ну, никак не может идти. А если он и идет впереди, то непонятно, почему так солдаты стараются внимательно кого-то рассмотреть. Ну, цирк русский. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь. Слава Украине. Пока.